друзья всех приветствую с вами Петром Рауфи и обзор рынков ежедневный обзор рынков в течение которым мы попытаемся посмотреть что можно на рынке форекса и на рынке акций то есть на фоновом рынке делать какие были основные новости как они погляли на рынок и каким образом в течение этой недели относительно на активом более-менее важным можно будет действовать можно будет даровать течение дня конечно же будем разбирать краткосрочный обзор у нас среднесрочный обзор тоже бывает сейчас в данном моменте они бывают у нас на картеле так что туда тоже не забудьте подписывайтесь как мы видим с прошлого раза на фондовом рынке пока что более-менее все спокойно но краткосрочная коррекция все еще немножко смущает многих я кстати поменял свет экрана с черного на белый мне собственно это черный но поскольку на самом деле когда смотришь на видео относительно немножко не видно поэтому все-таки давайте на белом на белом фоне будем работать надеюсь что будет видно в случае если будут какие-то еще комментарии или же пожелания обязательно пишите в комментах не забудьте по поводу этого обязательно и вопросы которые кстати у нас тоже возникает либо же предложение насчет того что еще можно разбирать тоже пишите в течение недели я попробую те активные инструменты которые вам нравятся тоже включить в этот обзор s&p 500 как мы видим ситуация пока еще в консолидации немножко есть момент который немножко пугает то что цена вышла под 4400 по факту то есть она под этой отметкой прижимается к нему да вроде бы хочет еще раз подниматься на день но опять же смотрите ситуация немножко изменилась за эти выходные почему объясняю федорезерв к 2023 году повысит ставки да это очень долго еще мы к этому не дошли но заметим эффект этого эффект возвращения сша торговым всемирной торговли и сам факт что в китае охлаждение рынка очень сильно повлияет на том чтобы иностранные инвестиции с китая исчезли просто перешли в америку и много много еще факторов которые поддерживают ближайший будущий доллар они есть они на рынках есть уже начинают о них задумываться то есть настроение на рынках немножко меняется поэтому да по поводу инфраструктурного стимула тоже мы знаем что она получился меньше в три раза меньше чем ожидали это само по себе тоже является поддержкой для дома чтобы она меньше обесценивалась ситуация на графике доллара тоже сейчас быстренько пройдемте по ним это у нас нас так облигации которые кстати тоже относительно возвращаются у нас был выход но он форме первую пятницу и они получились больше ожидания больше предыдущих релизов боя то есть позитивнее и поэтому как мы видим и облигации вырасти и доллар тоже на почве этого и вот у нас индекс доллара часовой график на инвестинге есть вероятность того что цена может в короткой 40 развернуться пойти вниз но опять же обращайте внимание что тут накопление энергии не дает нам определиться конкретно точно да тут есть вроде бы такой такая свеча прикольная звезда но говорят о том что цена доллара может в ближайшее время немножко спускаться либо же начинать какое-то умеренное снижение на почве которую можно будет в течение дня там открывать покупки по евро по фунту по австралийцу и новозеландцу немножко нельзя это пока сказать цены относительно поднялись выше некого диапазона который здесь несколько раз протестировалась исторически цена на день поднималась определенное время над ним находился несмотря на то что будет определенная коррекция но все равно цена над ним находился даже сами ситуации что и с с нефтью выше 72 если помните что он вроде бы не под не спускается не поднимать просто тупо консолидируется долгое время потом по доллару еще по поводу снижения но невозможно сказать ничего по рынку фондовому рынку котировка кстати в рамках этого канала двигаются относительно отбились от верхней границы тут по поводу снижения санки 500 ближайшем будущем тоже нельзя ничего сказать нужно просто ждать пока еще мы ждем и по доллару и по 7 пи ситуация такая что нужно ждать если здесь вблизи уровне поддержки я к сожалению его не вижу 400 4400 психологическая отметка основная поддержка самая ближайшая который самый сильный но если ближе еще брать это кабину не уровень не очень-то и уровень поэтому давайте не будем от него даже отталкиваться исходя из этого исходя из того что мы ждем сегодня в течение дня поскольку у нас календарь очень пустой сегодня я просто не знаю от чего отталкиваться поэтому все таки за идею того что скорее всего консолидация на фоновом рынке и на рынке форекса будут немножко продолжаться еще то есть пока еще мы немножко вне рынка кстати моменты вчерашние ножка затронули и рынок золота очень сильно очень очень сильно и мне честно говоря не хочется сказать что это было именно из-за того что доллар начал расти на фоне релизов по рынке труда которые получились очень хорошими потому что здесь конкретно видно что на на золоте конкретно видно что цены до прорвали локальный минимум но они по факту минимум 2021 года да то есть поддержку 2021 года еще не прорвали это один момент но с другой стороны они спекулятивно к нему прибрались вот эта отметка сейчас еще раз вам покажу вот эта поддержка 1660 давайте скажем 60 так будет консервативнее есть 1660 и цены очень спекулятивно просто сбросили мелких или же среднесрочных веков и скорее всего дальше снижение даже если будет она будет с целью того чтобы допугать мелких которые хотят набрать здесь просто еще немножко спускаться наверное до минимума в 1640 1620 а потом начнет уже умеренно расти поэтому по поводу продаж золота сейчас задумайтесь не очень-то и хорошо для этого очень сильно спекулятивное снижение цена дотронулась до минимума годового по факту приблизилась к нему от него отбилась уже вверх ситуация здесь по покупкам тоже не очень надежно нужно хотя бы создание какого-то торрента дождаться амплитуда свеча очень низкая поэтому по поводу дальнейших покупок тоже ну как бы нужно подумать конкретно перед тем как действовать потом по поводу золота тоже есть такой момент для того чтобы более или менее можно было ориентироваться по среднесрочным по краткосрочным торговлям и дать хоть хоть какие-нибудь рекомендации хотя этого нельзя делать и я не даю рекомендации сигнал тоже не дает это просто мое мнение по движению цену по цене но всегда когда приходит на рынок времена когда дну реально еще ничего нельзя сказать люди которые к сожалению понимают что это нормально ну начинает немножко разочаровываться в том почему же вы конкретики никакой не даете давайте о конкретике евро фунт они вблизи локальных поддержек они его претестовали и создаются тут довольно таки неплохие разворотные так скажем паттерны голова и плечи на евро есть и на пункте тоже но обращайте внимание что это все с целью картосрочных покупок в случае если мы эти паттерны торгуем ну и конечно же нужно знать что вот есть тут по этим паттернам линии шеи и до вот этого минимума 160 пунктов и конечно берем здесь тоже 160 пунктов это будет наша цель для покупки и конечно же стоп должен быть тоже чуть ниже вот этой линии шеи опять же это не рекомендация это просто стратегия которую можно применять с целью того чтобы торговать вот этот вот этот паттерн то есть правильно себя торговать нужно в размере от головы до шеи но и опять же понимаете что это такое дно куда спустилась евро что подниматься и на почве вот этого разворотного сигнала сказать что цена развернется и умеренно начнет расти но очень 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 неправильно поэтому пока еще по поводу дальнейшего роста доллара ничего не отменяем в целом по поводу его снижения или картосрочного снижения тоже нельзя ничего сказать, потому что, ну, честно сказать, ничего и не ясно. Мы приближаемся к сезону холодному, и опять числа случаев по ковиду могут начинать расти. Они растут по сей день. Доллар превращается в такое время в защитный актив. Очень хорошо это бы показал. И золото тоже, он спустился так низко, чтобы по факту избавиться от среднесрочных покупателей. И это тоже нужно иметь в виду. Поэтому по поводу сильного изменения трендов пока еще невозможно ничего сказать. И даже по поводу дальнейшего снижения S&P тоже нельзя по факту ничего говорить. Но есть очень разочаровывающий момент, что цена немножко ниже, точнее ниже 4430. И если не поднимется выше, если умеренно хотя бы не начнет расти на ДТА отметкой, то это не очень, я думаю, в среднем сроке это может не очень хорошо повлиять. По евро, по фунту объяснили. Австралиец и Новой Зеландец ситуация приблизительно похожа. Тут есть голова и плечи. Отбой от психологической отметки 7000 по Новой Зеландцу и по Австралийцу. Ситуация тоже, вот эта голова перечи есть. Но смотрите, она почти везде. Доверять ему немножко становится не по себе, если захотим даже. Отбой от линии Торренда. Красиво, очень красиво. И по Новой Зеландцу и по Австралийцу очень красиво. То есть, ну, разворотная фигура. По факту, наверное, можно в коротком сроке какие-нибудь покупки иметь в виду. Но я бы все-таки предложил не доверять этим фигурам. Они не всегда работают. Они не всегда даже, зачастую, они, конечно, это делают. Они делают, уходят в размере головы от скалого до плечи. Но не всегда. По золоту тоже, еще раз напоминаю, ребята, нужно ждать. Тут ни покупки, ни продажи, ничего пока еще не катит. Цена ниже вот этого минимума, что очень видно, что просто издеваются некоторые крупные игроки над всеми нами. И отбой, который получился от этой поддержки годовой, тоже признаков, что цена, наверное, пока еще не хочет спуститься вниз. Но может спекулятивно еще раз спускаться и даже вот эту поддержку тоже прорвать. То есть с целью того, чтобы просто припугать, допугать всех остальных. По поводу франка и по поводу JPY, тут по поводу дальнейшего снижения ничего не можем говорить. Есть такого рода, своего рода фигура. То есть паттерн-флаг, тут по USDJPY и по USDCHF есть поджатие относительно к максимуму. Поэтому по поводу продажи USDJP, по поводу продажи USDCHF нельзя ничего сказать. Спекулятивно, по скальпингу, в случае есть ли какие-то сигналы получите где-то, то это, конечно, можно. А так, ну, технически нельзя. Линия тренда прорвала нефть и с гепом открылся. Закрытие гепа, конечно, будем учитывать всегда. Закрытие гепа нужно учитывать, ну, 67-60, возможно. Если, конечно, доллар пойдет вниз, если доллар хоть чуть-чуть пойдет вниз и начнет снижение, то нефть может закрыть этот геп и дальше спускаться, скорее всего, тоже вниз. USDJPY тоже отбивается от 1.26, от локального максимума. И, по ходу, хочет пойти уже ниже вот этого диапазона сопротивления, который здесь. То есть, если пойдет ниже вот этого диапазона сопротивления, то и по нефти. Это значит, что по факту нефть может развернуться вверх и доллар может развернуться вниз. Но, опять же, говорить об этом пока еще рано. Тут есть хорошая поддержка, которая может просто не дать цене доллару относительно канадцу спускаться ниже. Друзья, спасибо, что посмотрели этот эфир. Извините, если мало, очень быстро. Ну, это просто у нас регламент такой. В случае, если что, до завтра тогда. Всем хорошего оторвления. Пишите, комментируйте, лайкайте, если вам понравилось и поделитесь. До завтрашнего дня. Всем хорошего оторвления. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!